доброе утро всем всем привет солнышко сегодня но ветерок холодный где-то горит снег выпал нам достается все это холодом вышла посмотреть я вышла посмотреть можно ли курочек выпустить погулян так то вроде ничего отпущу их наверное скорее всего пути мокрая земля но тем не менее они стоят смотрите как они стоят сейчас я их выпущу бедные мои сейчас мои куколки девочки доброе утро всем боня просится ну иди ты-то куда пошла боня ты заходишь или нет ну-ка хочешь я пошла курочек выпускать меня видишь или не видишь девочки давайте давайте откроем пойдете гулять вот так осторожненько по очереди по очереди петюнь вот погулять пошли бонечка за мной ходит за мной ходит эта красотка мэри привет солнышко ты где сегодня ночевал у меня курятники все пошли по делам а то захотела нестись и вернулась они когда начинают так кок-кокать они прям бегут сразу же и это тоже пошла внестись ветер холодный боня ведь куда пошла посылка пришла заказывала на васильке простыни с этим с резинкой только там нашла у них буду сегодня распаковку делать я вам покажу что я заказала в этот раз основном это простыни понимаете на кровать которую купили мы и которую купил сын простыни здесь у нас простыни не продается простыни которые идут с бортом ну как бы на резинке и васильке там огромный выбор этих простыней видите простыни на резинке 160 на 200 и на 30 борт вот я заказала там такие три штуки сыну две дамы одну себе оставлю потому что ну нет у нас здесь заказал папе трико рубашечку себе заказала футболку и вот такой вот так это у нас тоже футболка так что сейчас покажу смотрите такую рубашку заказала себе я ее заказала 54 размер потому что рубашку вортяжку не люблю футболки они как-то вроде бы как растягиваются что ли а рубашки они нет я всегда хотела скоро ваш что там или красный синенький я вот такой заказал здесь это эти разрезе она кстати как бы ну х вышка мало смотрите раз раз как будто в ней какая-то нитка есть что там за ниточка у нее есть 54 размер состав стопроцентный хлопок интересный стопроцентный хлопок но все равно какой то интересный не просто так вот как простыня вы видите чуть-чуть вот как будто там резиночка видите как здорово выглядит я вообще конечно я еще такую закажу если мне позволит веселек нужно красненькую заказать классные кармашек идут и можно со штанами будет с этими спортсменниками хоть в чем смотрите как классная рубашка так смотрите вот такую футболочку мальчику вернее это на лето заказала 52 размер как обычно наказываю 52 размер дали вот такую футболочку футболка тоже 52 размер видите свободненько то есть 52 размер футболка и рубашка это конечно совершенно разные вещи рубашка если будет 52 размер она будет в обтяжку это штанцы вот по огороду бегать летом такие как волосины тоже 52 размер немножко они видите тянутся это вот с этой маечкой я их как бы комбинировал чтобы были и вот такой трикот хб ну либо сыновьям кому-то либо папаньки папаньки конечно есть уже двое таких мне качество понравилось здесь такие веревочки смотрите и сам материал классный приятный такой написано 60 процентов хлопок и а 80 процентов хлопок 20 полиэстер с этого размер что вот так вот все рукав всегда радует ну и просто не естественно просто не самый главный заказываю который я планировал в этот раз заказать потому что простыни нету нету вот эти и на резинке просто не это просто редкость какая-то у них очень большой выбор так что друзья на ходите заказывайте василек откроет открою одну просто не показать вам как резинка выглядит смотрите эти резинка по всему периметру прошита то есть будет держаться хорошо борт большой вот 30 сантиметров не меньше у нас как раз то матрас 27 и плюс загиб то есть резинка как-то не так упаковали прямо ровненько мне кажется я вот так не смогла упаковать видите в общем просто насчет простыней вы меня помнили такие простыни на резинке это очень важно на наши большие матрасы фирма весна видите бясь бясь просто на резинке фирма весна вот они все с одной все с одной категории потому что бясь я всегда беру ее и она мне очень нравится смотрите что творится курицы сбежали и пошли по моему чесноку все побежала их ловить ой они сейчас мне все там выклюют заходим заходите заходите скорее 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 вот так ах вы куда ты пошла вот что творят пойду еще посмотрю хорошо сами пришли так бы пришлось мне бегать по огороду где они опять вылезли то вот здесь что ли вылазит да видать здесь вылазит закрываем и так все равно вылазит палки раскидали вы хулиганки у меня что будни почему палки то раскидывать как вы так умудряетесь палками кидаться ветер какой тучи вообще смотрите сидираты как зашли несмотря на холод они все равно ползут так гулены мои не вылазить сейчас пойду яйца посмотрю что вы там у меня снесли чего вы бежите то я пришла за яйцами а вы бежите у вас еды еще он полно что раскидали мне бутылки почему девчули как вы так умудряетесь бутылки то раскидать или это ветер давайте пойду погляжу что вы тут мне хоть нанесли малмальски то чего пришла почему я пришла яйца собирать а ты пришла отбирать их а немножко но штук вчера было девять сегодня шесть сегодня чего-то расслабились совсем расслабились да девочки доклевывайте доклевывайте да у вас еще прогулка открыта там уже что найдете смотрите как редиска поднялась мы ее стали поливать и все ну что это меня ой ветер носит теплицу как бы не унес она дырявая у нас салатик еще уже почти издоели маленько осталось несколько вот пучков редиска пошла в рост просто стояла стояла всю зиму а сейчас видите наросла ветер конечно сумасшедший будет ну пойдем пойдем пошли самое главное чтоб не унесло теплицу остальное то уж как нибудь с золотаем друзья всем привет у нас сегодня по плану пицца это продукты для нее сейчас будем стряпать и тесто раскатываю тонко тонко и перед тем как все туда укладывать я вот этой вот пицце Кипченезом обязательно смазываю краешки. Тесто прям, чтобы просвечивало. Но так как оно на дрожжах, оно все равно поднимется. Краешки смазываю. Они, чтобы не были сухие. Потому что все краешки не любят. Они потом хрустят, и они у меня их не едят. А когда они смазаны, они мякренькие остаются. А середину, кто как хочет. Кто хочет, кто смазывает. Кто нет, она и так будет сочная середина. Укладываю лук обязательно. Потому что мой лук любит. Следующий слой колбаска. Тоненькая тоже. Так, на просвет, как в ресторане. Кто-то мелко режет, кто как. Я тут вареную, я ее мелко порезала. А эту, что-то не стала резать. Так решила. У меня тесто осталось. Следующая у меня пицца будет. Остатки копченой колбасы. И остатки вареной. Так что, вот так вот. Помидоры, конечно, можно и побольше. Кто как любит помидорки. Но тоже режем очень тонко. Чтобы они успели запечься. Так, и сверху сыр. Майонезом я не поливаю. Сыр и все. Он запекается нормально. Хотя можно тоже и майонезом. Но кто любит слишком жирное, тот как бы не до жиру. Я боюсь запечься за это после болезни. В общем, вот так вот, друзья. Так, первая пицца готова. Вот так получилась она. Тоненькая. Вкусненькая, надеюсь. Горяченькая. Сверху только сыр. Так, кстати, я хотела показать вам, видите, вообще легко отслаивается от этого. Я не делаю на бумагу. Раньше делала на бумагу. Бумага вся прилипает. Поэтому я горячая. Поэтому я сейчас просто делаю. Масло смолживаю. И все. Сейчас на тарелочку все вложу. Нарежу. И грошки на деньги. И я люблю хоть еще щеки. Нет. Я люблю. Нет. Продолжение следует...